Всем привет! Сегодня мы изучим такой метод рисования, как штриховка. С помощью него можно передавать объемы и формы предметов. Насыщенность тона будет зависеть от расстояния между линиями и нажима карандаша. Основной тип штриховки параллельная, элементы которой не пересекаются между собой. Бывает перекрестная штриховка, когда линии накладываются друг на друга. В круговой же штриховке карандаши ходят дугообразно. В точечной тон создается благодаря маленьким точкам, которые располагают плотнее или более разряженно. Помимо этого существуют сложные виды штриховок. Здесь все ограничивается только вашей фантазией. Нужного тона можно добиться с помощью различных петель, спиралей, квадратиков, скорлупы, кирпичиков, волн и так далее. Для понимания тона рисунка полезно нарисовать тональную шкалу. Изобразите 10 небольших квадратов и штрихуйте разными способами, от светлого к темному. Так вам будет понятней, как в будущем изобразить более светлые и темные места на рисунке и на что способен ваш карандаш.